Друзья, всем привет! Меня зовут Никита и добро пожаловать на второй сезон по карте Swap Agro. На втором сезоне, друзья, мы с вами будем играть уже без мода сезонов и сделаем небольшой упор на поля и производство разной продукции, чтобы, в общем-то, побыстрее немножко развиваться и закончить эту карту. Хотя я сейчас набросал сценарий и, ребята, у нас около 30 серий будет в этом сезоне, если всё пойдёт, скажем так, по плану. Однако мы всё равно будем продолжать старую карьеру, старую сохранялку, поэтому для тех, друзья, кто не смотрел первый сезон, я, конечно, советую его посмотреть, но давайте посмотрим, что у нас осталось с прошлого сезона. С прошлого сезона, друзья, у нас остался цементный завод, на нём даже есть биогаз и есть цемент. Мы много денег заработали на этом цементе и, в принципе, будем продолжать это делать. Цемент у нас используется только для производства бетона и бетонных блоков, бетон у нас используется только для строительства. Но для строительства у нас не так часто, поэтому цемент можно продавать. Также, друзья, у нас есть карьер. Карьер долгое время работал, и я его не опорожнял. Сейчас здесь дохренища песка и гравия. С песком и гравием та же самая история, что и с цементом. С исключением того, что стоит он очень мало, поэтому его, друзья, мы продавать не будем. Пускай у нас здесь лежит. Когда нам понадобится песок, гравий, мы сюда за ним приедем. Также, друзья, у нас есть фруктовый сад, который сейчас закрыт. В 6 часов он только открывается. Здесь у нас, друзья, растут яблочки, абрикосы и сливы. Вроде как у меня весь урожай сейчас собран. Да, везде. Хотя я вижу, яблочко растет. Ну ладно, не сорвали яблоко. Для того, чтобы здесь все работало, нам нужен компостик. У нас он здесь есть. Причем его здесь довольно много. А также нужна вода, которая тоже до хрена здесь. Соответственно, посыпаем деревья компостом, поливаем их водичкой. И у нас растут яблочки, абрикосы и сливы. Их здесь много. Но занятие такое относительно геморрольное. С учетом того, что все это дело делается вручную, без курсплея. Также у нас уже есть немного собранного урожая. 42 куба яблок, 40 кубов абрикосов и 34 куба слив. Вроде как это количество довольно-таки большое. Но, в общем-то, мы все равно будем продолжать заниматься фруктовым садом. Потиху. Я думаю, ресурсов лишних не бывает. Ягоды нам потребуются вот эти, точнее фрукты. В основном на хлебокомбинат для того, чтобы делать пирожки с начинкой. Если мне память не изменяет. Ну да ладно. Также, друзья, у нас есть два силосных ферментатора. В принципе, пользуемся мы только лишь одним. Он у меня здесь большой, на 5 миллионов литров. И здесь дохренища силоса лежит. Я его не буду продавать пока. Дегестата тоже много, кстати. Все хорошо здесь, в общем-то. Это позволит нам некоторое время не заниматься силосом, если вообще не до конца карьеры. Плюс, друзья, у нас есть база. То есть, не база, а хранилище продукции всей. Точнее, даже не продукция, а хранилище урожаев. Здесь у нас осталось немножко щепы. Хотя нет, не немножко. Здесь у нас много щепы. Я что-то забыл совсем. Также у нас здесь дохренища силоса. И, соответственно, чуть-чуть компоста, который я не допродал. Больше у нас здесь ничего нет. И зерновых вообще ничего нет. Поэтому будем забивать. Также в первой серии мы купили себе БГА. На переработке биогаза у нас еще этого самого биогаза много. Есть немножко дегестата здесь. Ну и силос не переработанный. Еще 125 кубов лежит. Плюс есть немножко силоса у нас в ямах. Но это все дело у нас забаганное. Мы его отсюда не трогаем. И поэтому пришлось прибегнуть к ферментаторам. Может быть, потом попродаем этот самый силос. Посмотрим. Далее, друзья, у нас идут нефтяные вышки. Нефтяные скважины. Я их один раз пополнил топливом, то бишь биогазом. И до сих пор они качают нефть. Они здесь уже где-то дней 50 вообще качаются. И до сих пор я имею в виду игровые дни. Но в принципе нефти нам накачали и хорошо. Нефть у нас пойдет на топливо и полимеры, из которых мы будем делать мешки. И в общем-то они понадобятся. Поэтому пускай качается, лишнее не будет. Ну и в последних сериях, друзья, я приобрел завод эфирных масел. Здесь у нас из лаванды, поддонов, картона, воды и биогаза получалось лавандовое масло. Ну то есть лавандовое масло, конечно, получалось из лаванды и воды. Но упаковывалось все это в поддоны и картон. Ну а биогаз так, как топливо использовался. В общем-то завод работает. Практически он забит. Можно будет даже дальше им позаниматься. Лавандовое масло очень дорогое, поэтому смысл, в общем-то, имеет. Хотя лаванду выращивать это такое себе удовольствие, ее очень мало получается. Но это не отменяет того факта, что можно этим заниматься. Также, друзья, у нас есть пилорама. Пилорама у нас занимается производством бруса. Из обычных бревен у нас его дохренища здесь на самом деле. Он тоже требуется для строительства заводов. В общем-то мы его будем пополнять по мере надобности. Но сейчас этой надобности я не особо вижу. Пускай, в общем-то, эта гора здесь лежит. Мы потом построим склад и отвезем на склад все. Ну и наряду с пилорамой у нас также есть фабрика поддонов, которую мы купили. И она здесь затарена. Поддонов у нас очень много здесь лежит. На складе вон 200 тысяч. Ну 200 тысяч это литров. Самих поддонов получается 100 штук. Поддонов с поддонами. В общем-то поддоны нам уже нужны будут более-менее для производства. Поэтому этой фабрикой мы, скорее всего, будем заниматься. Если у нас будет недостаток в поддонах, если мы будем чувствовать дефицит, у нас есть возможность купить еще один столярный цех, который находится немножко в другом месте. То же самое касается пилорамы. Есть еще возможность купить маленькую пилораму, которая вот находится внизу карты. Но я сомневаюсь, что у нас будет большая необходимость. Хотя потом на мебель хрен его знает. Дальше, друзья, из упаковочной, скажем так, продукции у нас есть фабрика картона. Для нее нам нужна щепа. В общем-то, когда картон будет заканчиваться, надо будет отвозить сюда щепу. Но пока картон есть и пока что мы это предприятие трогать не будем. Ну и последнее, что мы покупали и даже, по-моему, строили это предприятие. Это наша сельхозхимия. Сельхозхимия у нас занимается производством удобрений и семян. Удобрения у нас вот есть на складе немножко 89 тысяч. Они у нас здесь лежат для того, чтобы сейлки пополнялись. Плюс некоторое количество удобрений у нас для самой удобрялки лежит на хранилище удобрений. Также здесь дохренища семян. Будут заканчиваться, займемся этим производством и, в общем-то, будем следить. Ну и, друзья, какой у нас план действий на сезон? У меня в планах, друзья, купить несколько полей. Но это так будет по ходу дела. И купить все производства. Абсолютно все. Купить и построить. В общем-то, я уже набросал, в какой последовательности я это буду делать. Сначала мы купим завод НПЗ для того, чтобы делать себе соляру. А также там будут производиться полимеры. С помощью этих полимеров мы сможем делать мешки на заводе Химпром. Он у нас будет следующий после НПЗ. Мешки нам также понадобятся для упаковки там сахара, муки и так далее. В общем-то, после покупки этого всего дела можно будет заниматься, например, мельницей. Правда, сначала придется купить сепаратор зерновой для того, чтобы очищать зерно. Вот у нас сверху карты находятся. Потом, соответственно, мы купим мельницу и будем уже делать муку. Потом мы, соответственно, купим завод растительных масел. Будем растительное масло делать из подсолнечника и канола из рапса. Там будет отход жмых, который нам потребуется на производстве агрокорм. Агрокорм у нас занимается кормом. Кормом для животных, ну и для рыбы. Но после того, как мы приобретем агрокорм, можно будет обзавестись всеми животными. Ну и купить себе рыбхоз. А также купим птицеферму. Там у нас, соответственно, будут яички. После птицефермы мы купим себе теплички. Будем ягодки там, клубничку, в общем-то, выращивать. Потому что там нужен будет навоз. А навоз нам дают животные. Потом обзаведемся сахарным заводом. Потом надо будет купить бандарню. Она у нас занимается производством бочек, которые нам потребуются на пивзаводе. И, соответственно, после этого возьмем себе еще и пивзавод. К тому времени у нас должно будет скопиться молочко. Поэтому купим себе молокозавод потом. Следующим у нас по плану будет хлебокомбинат. Хлебзавод, который будет нам делать хлеб-батон и пирожки с начинкой. Далее приобретем мы ткацкую фабрику. Там нужно будет уже использовать шерсть, которую нам овечки будут давать. Купим потом мясокомбинат. Будем туда наших свинок отвозить и получать всякие ништяки из свининки. Ну и в конце займемся уже предприятием завод ЛДСП. Соответственно, там будут делаться ДСПшки, которые нам понадобятся на мебельной фабрике. И в конце, самым последним нашим приобретением, уже будет консервный завод. Туда надо самое больше ресурсов разных. Вода, поддоны, картон, мясо на кости, сахар, яблоки, абрикосы, сливы. Соответственно, из фруктового сада, которые идут горчица, кукуруза, лук, морковь, растительное масло, рыба. И из всего этого дела у нас будут делаться мясные консервы, соки, овощные консервы и рыбные консервы. В общем-то, надо все. И после того, как у нас все это дело заработает, зашуршит, мы эту карьеру сможем считать законченной. Какова будет дальнейшая судьба свапы, я не знаю. Может быть, к тому времени уже на 19 ферму, наконец-таки, появится нормальная карта и мы переключимся на 19 ферму. По полям, друзья, у меня в планах купить 7-8 поле, их объединить, которое у нас около базы находится. Потом купить 6-4 поле и их объединить. Я не знаю, будем ли мы объединять 5-2 с 6-4, может быть и нет. Но, в общем-то, вот эти вот поля мы купим. Потом я планирую купить самое большое поле на карте, которое идет под номером 3. Потом 27-28 меня очень заинтересовало поле. Тоже большое получится в итоге. 22-23 у нас будет обязательно куплено. Ну и между делом, там где-нибудь 13-14 тоже хочется мне купить и объединить, соответственно. И, друзья, в конце прошлого сезона, в последней серии, я продал всю технику, которая у нас была. Там был небольшой косячок, например, я забыл выгрузить удобрение из удобрялки, почти 20 тысяч литров удобрения у нас было можно считать выброшенным. Но, в любом случае, у нас есть деньги и нам нужно закупиться новой техникой, которая будет немножко больше сделана с упором на поля. Потому что в первом сезоне у нас стоял мод сезоны, нам хватало одного комбайна, одной сейлки такой средненькой. Сейчас надо будет брать немножко вещи получше для экономии времени. Собственно, я очень люблю тратить деньги, скажем так. А 10 миллионов, знаете ли, карманчик так жмут немножко, поэтому сейчас мы будем от них избавляться. И я, честно говоря, даже не знаю, я себе набросал списочек того, что нам надо купить. Я не знаю, хватит ли нам денег на это. Ну и, друзья, давайте тогда начинать закупку. Начнем, пожалуй, с самого дорогого и это будет комбайн. Комбайн возьмем топовый. 430 тысяч он стоит, Нью Холланд. Купим его, причем возьмем сразу две штуки. К этому комбайну, разумеется, нужна жатка, поэтому берем две топовые жатки самых широких. И отдельно берем две жатки для кукурузы, подсолнечника и хмеля. Покрасим их точно такой же желтый цвет, как и наш комбайн. И две штуки также берем. Остается 9 миллионов. Вот миллион мы потратили на комбайн. Сразу же. Вот они, наши красавцы. Давайте, наверное, отгоним их сразу домой. Записали мы, соответственно, маршрутик. Давайте назовем его 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Потому что он у нас на один раз, что называется. Соответственно, уберем вот отсюда комбайн, чтобы он нам не мешал. Перемещаемся во второй комбайн, цепляем к нему все барахло и, соответственно, отправляем его туда же. Все, этот товарищ поехал, а мы можем заниматься дальше покупкой всего барахла. Далее к этим уборочным машинам нужны, соответственно, телеги, которые будут все это дело возить и грузовики, которые будут возить эти самые телеги. Для работы на полях я возьму 2 татры, поставим к ним сзади фаркоп, одну покрасим, давайте, я не знаю, давайте одна будет у нас белая, покупаем, а вторая будет черная. Не знаю почему, но мне вот так вот захотелось. И, соответственно, к этим татрам мы возьмем 2 телеги. Также поставим им фаркоп и цвет обода поставим, давайте, тоже у нас будет один белый, один черный. И черную тоже покупаем. Соответственно, вот они и, да, одна стала красной. Подмешивается вот этот красный цвет к любому цвету, который мы выбираем, поэтому давайте, может быть, и татру тогда тоже покрасим в красный. Да, темно-красный получился, но ладно. Берем более светло-красный, но вроде нормально, вроде похоже. Сейчас надо еще перекрасить прицеп тоже в красный. Точнее, обод и верхнюю крышку, дабы все у нас было одинаковое. Блин, все равно вот крышка, она выделяется, не такой красный. Ладно, он все равно будет без крышки ездить, хотя меня, честно говоря, это может напрягать. Видите же, что он не такой красный, да? Уже реально чуть темнее сделать его. Один хрен, они всегда будут отличаться друг от друга, ладно. В общем-то, цепляем вот это дело и точно так же вслед за комбайнами отправляем их домой. И вот этого товарища тоже по маршруту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Надо к нему прицепт спануть. Запускаем по маршруту и, в общем-то, пускай встретимся они на базе. А мы продолжаем закупку. Раз уж мы начали с грузовиков, то тогда продолжаем, соответственно, покупать грузовики. Далее, друзья, мы с вами берем вот такого вот Америкоса. На нем, друзья, мы будем ездить сами, вручную. Поэтому его мы красим, разумеется, в оранжевый. Ставим широкие шины, цвет обода тоже оранжевый. Я не знаю, что такое дизайн, но давайте его поставим. Почему бы и нет, у нас полный колхоз. Все как надо. Покупаем его за 157 тысяч. И к нему, друзья, нужны полуприцепы, которые будут у нас использоваться для ручной перевозки, скажем так. Значит, это будет у нас один прицепчик для дерева. Соответственно, задние крепления туда пиндюрем. Широкие шины, цвет обода оранжевый. Поставим вот эту заднюю хреновинку, которая сзади, в общем-то, стоппер. И, разумеется, уаллогинг, автозагрузка. Покупаем его. Далее нам понадобится одна платформа. Тут то же самое, что и с деревом. Ну и тоже ставим уалл от флэтбет для автозагрузки. Далее нам понадобятся две бочки для перевозки жидкостей. Соответственно, цвет у них будет оранжевый. Широкие шины, цвет обода тоже оранжевый. И поставим show fill type decals. Для того, чтобы он показывал, что там загружено. Почему бы и нет. Соответственно, берем маленькую за 64 косаря. И берем большую с такими же настройками за 78 косарей. Все это с копейками. В общем-то, они нам понадобятся. В этих бочках можно все жидкости возить, правда, из них нельзя продавать биогаз и топливо. Топливо загружать даже нельзя на заправке. Ну и также возьмем один полуприцеп для перевозки зерна. Хотя, с другой стороны, давайте возьмем тоже на 80 тысяч. Тоже черного цвета. Черный с оранжевым будет смотреться. В оранжевый его, увы, покрасить нам не удастся. Хотя можно было попробовать желтый цвет поставить. Может быть, они как-то смешаются с красным. Тогда крышка будет желтой. Ладно, в общем-то, не будем мочиться. Также, друзья, нам потом могут понадобиться бочка для дизеля, бочка для молока. В общем, вот эти все бочки нам могут понадобиться. Но мы уже будем смотреть по ситуации. Пока что их покупать не будем. И для того, чтобы все это дело отвезти на базу, нам потребуются три подкатные тележки. Мы их возьмем в аренду. Пускай тоже вот такая вот конфигурация будет. Три штуки вполне хватит. И, в общем-то, давайте начинать цеплять всю эту адскую конфигурацию. В общем-то, вот такой вот адский автопоезд у нас получился. И каким-то чудом надо сейчас довести его в сохранности до нашей базы, до нашего гаража. И я не знаю, получится ли это у меня с первого раза или нет. В общем-то, ну, поехали, попробуем. Вроде, кстати, довольно нормально это все дело у нас управляется. Единственное, что мне на всякий случай пришлось ехать и разворачиваться немножко подальше. В наши главные ворота, вот эти узкие, он бы ни за что в жизни не залез бы. Давайте-ка отгоним наши татры, которые мне постоянно хочется обзывать манами. Но ладно, от этого мы никуда не денемся. Вы еще 500 раз услышите, что я называю их манами. Мне кажется, проще манов купить вместо татр и будет меньше проблем. В общем-то, эти товарищи пускай стоят. А мы опять идем в магазин за покупками. У нас еще остается 8 миллионов 287 тысяч. И, друзья, мы покупаем еще один комбайн, который нам понадобится для уборки корнеплодов. А конкретно свекла, морковь и лук. 495 тысяч это чудо стоит. Мы его покупаем. И к нему, кстати, еще нужна жадка. Ее мы также берем. Правда, это не жадка, а не жадка написано. Это, в общем-то, удалитель ботвы, по сути дела. А также, друзья, нам еще нужен как минимум один силосный комбайн. Силосоуборочный. Берем точно так же топовый 374 тысячи. И к нему, соответственно, топовую жадку. Желтенькую 38 тысяч. Этих товарищей мы тоже отправляем на базу. Дабы они тут места не занимали. Вот этот друг поехал. И вот этот друг тоже поехал. Далее, друзья, опять-таки, из большой техники нам понадобится силокосилка, которую вы хорошо знаете. Это модовый кронбик М500. Его мы тоже покупаем. 184 тысячи. Я не знаю, как часто мы будем им пользоваться. Но, в общем-то, пускай будет, мы его берем. К нему, в принципе, валковая жадка не нужна. Но, на самом деле, не так дорого она стоит. Поэтому, пускай будет. Берем топовую валковую жадку на 14 метров. Почти на 15 метров. А также возьмем и сеноворошилку на 13 метров. Она нам тоже может потом понадобиться. Ее мы тоже покупаем. Теперь хороший вопрос, можно ли сзади чего-нибудь подцепить что-нибудь. Вот нельзя. Придется, в общем-то, за этим добром ездить по отдельности. Ну, ладно. В общем-то, цепанем тогда вот это дело. И отправим его тоже домой. Тем временем возвращаемся в магазин. Теперь нам нужно купить все для работы на полях. Да, кстати, картофелеуборочную машину я не покупал и не буду. Скорее всего, мы не будем заниматься картофелем вообще. Картошка здесь не требуется ни на одном производстве. Ее можно использовать для корма свиньям. Но вместо нее можно использовать и свеклу. Поэтому обойдемся мы без картофеля. А покупку мы начнем с плугов. И возьмем себе две самые топовые джумпы по 5,7 метров. Они 375 лошадей требуют. Это довольно много. Но, в общем-то, мы их берем. Далее возьмем две сейлки. Мой выбор пал, друзья, вот на эту сейлку на 12 метров. Можно было бы, конечно, взять амазоны на 15 метров, которые еще и культивируют и удобряют сразу. Но я решил, что мы справимся и этой. Она чуть поменьше по размерам. И что-то мне подсказывает, что на нашу сельхозхимию вот эти 15-метровые не заедут. Поэтому возьмем себе две вот таких вот сейлки. А также возьмем две 9-метровых для посева подсолнечника, кукурузы и свеклы. К ним удобрений, если что, не надо. Точнее, она сама может удобрять. Но прокультивировать все равно надо будет. В общем-то, берем две таких вот штучки. Соответственно, берем один топовый распределитель удобрений. Ставим на него узкие шины, чтобы он не топтал наши посевы. Если нам придется удобрять, когда уже что-то взойдет. Берем также два культиватора по 12 метров, которые выглядят как наши сейлки. А также, друзья, нам понадобится два прицепа с подборщиками. И, друзья, это будут две наших любимых ПТСки, которые мы хорошо знаем. С большим бункером. В общем-то, все как мы любим. Покупаем также две вот таких вот штуки. Ну и далее, друзья, для всех этих работ нам понадобятся трактора. У нас есть чуть больше 6 миллионов. В общем-то, я не знаю, сколько мы сейчас потратим на трактора. Но, разумеется, что это будут сразу довольно-таки мощные трактора. Я сразу говорю, я очень не люблю трактора вот на гусеницах, которые вот вы видите на своих экранах. Я очень не люблю трактора, сломающиеся вот этой рамой. Меня они просто бесят. Поэтому это будут обычные стандартные тракторешки. Мы не будем в них повторяться. То есть, все они будут разные. В общем-то, начиная с самой топовой вальтры. Моей любимой вальтры. Затариваемся, собственно, и ими. В первую очередь, конечно же, вальтра 319 тысяч. Возьмем Фента топового. Тоже поставим на него широкие шины. Нью-Холланд Т8, как же без него. 435 лошадей. Это просто будет пучка. Также на него широкие шины влепим, дабы ему было комфортно по полям кататься. Месси Фергюсона также купим. 300 тысяч тоже широкими шинами. Вот этого немца Дойс Фахер возьмем 9 серии. 336 лошадей, а лишним не будет. Тоже широкие шины на него лепим. Для фуражного прицепа, в основном для него, возьмем Джесси Бишку. У нее максимальная скорость 70 км в час. В общем-то, это очень полезный трактор будет в нашем колхозе. Его мы также покупаем. Ну и еще одна вальтра, которая у нас будет заниматься исключительно удобрением. Поставим на нее тоже мощную движку. Покрасим ее в красный цвет под цвет удобрялки. И давайте желтый цвет обода. По-моему, мы так уже делали. Я, честно говоря, не помню, как это все добро у нас выглядело. В общем-то, вот он наш автопарк. 7 тракторов мы купили сразу. И сейчас на этих 7 тракторах нужно отвезти все это дело обратно домой. Ну, мы сейчас на 6 тракторов подцепим все, что мы сможем на них подцепить. Я вот не знаю, я бы, наверное, еще взял для плугов противовесы. Давайте действительно возьмем еще 2 противовеса. Будем их вешать на ребят, которые будут пахать. Я думаю, вот таких вот должно вполне хватать. Кстати, плугиш можно и наперед для перевозки повесить, правильно? Давайте, в общем-то, отправлять всех домой. Итак, друзья, привезли мы, в общем-то, все это дело на базу. Пока что это стоит вот так вот в разнобой. Но у нас здесь есть гаражи. И ввиду того, что техники дохрена и она не вся будет всегда использоваться, то мы, соответственно, будем пользоваться этими гаражами. Я потом ее расставлю уже за кадром. И следующую серию вам обязательно покажу. Ну, а мы тогда идем в магазин и продолжаем покупки. Далее, друзья, нам нужен маленький тракторешка, который будет работать во фруктовом саду. В прошлый раз мы брали вот этого вот Zetter. И он меня, в принципе, вполне устраивал. Но давайте возьмем что-нибудь другое. Мне почему-то хочется поэкспериментировать. Точнее, не поэкспериментировать, а просто что-нибудь другое. Давайте вот Zetter возьмем. Мощная движка ему, в принципе, нахрен не надо. Но его можно покрасить в оранжевый цвет. Поставим ему, допускай, стандартные шины будут и дизайн лесоводства или стандарта. Это просто дизайн и, блин, 8 косарей. Не, пожалуй, стандарт. В общем-то, его мы берем. Также ему нужна маленькая тележка. Я думаю, на этот раз мы возьмем телегу чуть-чуть побольше. Или возьмем... Не, возьмем такую же. Тоже оранжевого цвета будет под цвет трактора. Ее хватало и пускай будет она маленькая, поворотливая. Все с ней хорошо. Также, друзья, туда понадобится бочка для воды. Соответственно, тоже маленькую берем. А также там понадобится заправочная вот такая вот хреновина. Дабы не ездить нам вручную на заправку. Соответственно, ее мы тоже сделаем оранжевая. Она у нас будет просто там стоять с топливом. Сейчас будем даже ехать в фруктовый сад и по пути ее заправим. Вот это все добро наше новое. Единственное, что мне интересно... Я знаю, что на телегу можно сзади подцепить что-нибудь. А вот на эту хреновину, видимо, нельзя. Хотелось бы за раз все это дело утащить. Не, нифига, не цепляется все это дело. Ну, жаль. В принципе, жаль. Может, кстати, на топливной бочке сзади есть фаркоп какой-нибудь. Нет, очень не похоже, что он есть. Зря. Очень зря. Ладно, придется тогда съездить два раза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, сюда мы это добро тоже привезли И я лошара, я забыл заправить бочку с топливом И, в общем, ладно, я ее как-нибудь в другой раз заправлю Тут, в принципе, 146 литров есть в самом тракторе Я не обратил даже внимания, как у него с расходом Но надеюсь, что все у него будет в порядке с этим делом Соответственно, друзья, что еще из техники мы не купили? Для продажи силоса нам может понадобиться конвейер Точнее, не может, а он нам стопудово понадобится Но, в общем-то, я его пока брать не хочу Когда решимся продавать силос, тогда и возьмем конвейер Для лесозаготовки нам понадобится скорпион Но когда мы в следующий раз будем пилить, я, честно говоря, не знаю Хотя, возможно, довольно скоро Ввиду того, что если новые поля будем покупать, объединять Там между ними растут деревья и от них придется избавляться В любом случае, скорпиона покупать я не собираюсь Потому что он нам нужен будет на один раз, буквально на час За это мы отдадим 25 тысяч за аренду В общем-то, нет смысла его покупать Ну, соответственно, корчеватель пней идет вместе с ним И вот эта замечательная фреза тоже нам нужна только для того, чтобы собирать щепу Которая остается на земле от деревьев, которые мы пилим Так что, как только мы начнем пилить, тогда мы все это дело и возьмем Погрузчик нам тоже может понадобиться в уходе за животными Но пока животных нету, его тоже пока покупать не будем Тюковщик нам тоже не нужен, потому что тюковать мы ничего не собираемся По крайней мере, в ближайшее время Если что, потом купим Так что, в общем-то, друзья, мы вроде как все купили И у нас остается 4 миллиона 100 тысяч Раз пошла такая пьянка, я думаю, что нам нужно купить поля И почему-то мне хочется сразу купить большую связку полей И именно 27-28, 2,5 миллиона Эти два поля будут стоить Или взять 13-14, такой средненьких размерчиков Давайте 13-14 возьмем Как раз 2 миллиона мы за них и отстегнем Покупаем 13-14 поле У нас остается 2 миллиона и замечательно В общем-то, я знаю, куда мы их будем тратить На 13-м поле у нас созрела уже культура Что у нас тут посеяно-то? Канола у нас тут посеяно На 14-м поле сейчас дозревает лен В общем-то, можно начинать тогда это все дело убирать Как я уже говорил, технику я расставлю все потом За кадром Сейчас я не буду париться с этим делом Давайте-ка мы тогда отстегнем сейчас жатку для кукурузы И пригоним комбайн на поле И как замечательно, друзья, что между этими полями нет деревьев В общем-то, мы их без труда сможем объединить Я еще не совсем придумал как, но, в общем-то, объединим Скорее всего, по кривой, скажем так, дорожки В любом случае, давайте пока уберем 13-е поле 14-е у нас сейчас зреет, еще ж не созрел Да, 62% Хотя текстурка как будто это все дело созрела В общем-то, давайте одним комбайном это все уберем В общем-то, размечая маршрут сразу для двух полей Я думаю, что самым нормальным местом для его старта Будет именно вот отсюда Сюда, если что, наш ман Точнее, наша Татра Вот видите, я уже начинаю называть ее маном В общем-то, не обращайте внимания, если что Она, в общем-то, доберется сюда Из любой точки любого этого поля Поэтому начинаем отсюда записывать маршрут Вот такой вот маршрутик получился Разумеется, мы влепили там два перекрестка Можно его, в принципе, сохранить Поле 13 база Он будет называться, как и все наши остальные маршруты Правда, надо его дополнить маршрутом база выгрузка И еще раз поле 13 база Теперь вот он у нас выглядит так, что он заезжает Через все триггера разгрузки проезжает Так что, в общем-то, ставим ему работу с комбайнами И выбираем ему наш CR-1090, который находится рядом И, соответственно, запускаем по маршруту Он его сейчас найдет И сразу же поехал к нему разгружаться 85% наполнился на данный момент наш комбайн Хотя вот он довольно много здесь убрал Но, разумеется, урожая здесь совсем немного Поле не вспахано, не удобрено Компьютер как-то не очень следит за своими урожаями Давайте, друзья, раз у нас пошла уборка, скажем так Уберем заодно еще и лен Правда, надо, чтобы он сначала созрел Поэтому мотнем время немножко вперед А пока время мотается Мы пригоним туда комбайн Ну, в общем-то, друзья Уборка 14-го поля у нас также зашуршала Сюда поставили работать наш красный, скажем так, тягач с красным прицепом Работает второй Нью Холланд И, разумеется, работает GCB-шка, которая собирает соломку Льняная соломка нам понадобится потом на ткацкой фабрике когда-нибудь Не знаю когда, но, в общем-то, будем пока урожай собирать У нас нет надобности что-либо продавать, пока у нас есть деньги Потом надо будет что-то продать, мы продадим Это не проблема В общем-то, все эти товарищи шуршат За кадром я доубираю эти два поля Расставлю технику И в следующей серии мы уже с вами начнем с объединения вот этих двух полей И, соответственно, так, что я неправильно выбрал Да, все правильно В общем-то, мы объединим вот эти вот два поля А также будем, в общем-то, избавляться от наших денег путем покупки какой-либо недвижимости Я еще точно не знаю, что именно мы будем покупать в следующей серии Но что-то добудем Поэтому, в общем-то, подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить вторую серию Ставьте большие пальцы вверх Пишите свои комментарии Подписывайтесь на лайв-канал, где у нас проходят стримы Вступайте в нашу группу в Дискорде В общем-то, всем спасибо за просмотр С вами был Никита Дилей Всем всего доброго Пока-пока